Пам-пам! У микрофона Карина! Думаю, многие из вас играли в Клакпауэр, или хотя бы что-то слышали об этой серии, которая является родоначальником жанра хоррор, сделая её японская компания Human Entertainment. Но есть и Human Entertainment игра, о которой никто не слышал. Игра, которая никогда не покидала пределы Японии, которая вышла аж в 1998 на первый PlayStation. Игра, которая во многом опередила своё время, Мизума Фоллс. Как много игр с открытым миром на первую Соньку вы можете назвать? А игр с динамичной сменой дня и ночи? В отличие от западных проектов, таких как серия Драйвер, степень взаимодействия с людьми и миром здесь на том уровне, который будет полностью реализован только спустя два поколения консолей в Лейнуа. Мизума Фоллс это такой же детектив, причём обладающий очень сильной атмосферой. Сюжет начинается с того, как в маленьком городе исчезает школьница. Вскоре её тело обнаруживают в лесу. Самая реалистичная версия, она заблудилась и на неё напала дикое животное. Казалось бы логично, если бы её подруга также не исчезла при загадочных обстоятельствах, незадолго до нахождения тела первой пропавшей. Главный герой, лучший друг и одноклассник одной из девушек, начинает собственное расследование. И всё это происходит в канун Нового Года, в небольшом городишке и его окрестностях, которые заметают снегом. И чем закончится эта история, зависит только от вас. Ходят слухи, что Юо Судзуги позаимствовал идеей из проекта Human Entertainment для своего Шенму. Неофициальная локализация всё ещё в разработке. Поэтому тайну Мизуна Фоллс мы разгадаем ещё нескоро. Субтитры создавал DimaTorzok